друзья всем привет у нас сегодня разговор о водоснабжении вот этого бройлерного курятника пойдет видео уже было у нас по обустройству этой системы водоснабжения вот здесь или в описании будет ссылочка но нам приходится ремонтировать мою системку проблемы у нас в чем проблема в насосе как вы помните в том ролике я рассказывал что поставил сюда вариант подешевле ну как известно скупой платит дважды а может быть и трижды вот поэтому насос вот тот вот если вы видите его это вихрь а с в 370 дробь 2 ч отработал свое проработал он буквально сейчас где-то я не знаю не помню точно но наверное с ноября того года и сломался в середине лета то есть чуть больше полугода отработал и все сейчас значит при включении при подаче питания насос будит электродвигатель но не вращается то есть там что-то с электродвигателем вот в принципе 4 700 по моему да и четыре с половиной тысячи в этом районе выброшено на ветер так как у нас сейчас но тогда ситуация была такая что денег не было слова вообще сейчас как бы после продажи индюков денежка есть но она уже распределена там по всяким стройкам и оборудованию но насос мы выделили средства и за 10 4 за 10000 40 рублей все там же где приобретался этот насос в интернет-магазине в том же был приобретен вот такой насос это как он джеликс джамбо значит 60 на 35 дро п 24 это объем вот этого ресивера а почему он но потому что у меня в доме работает насосная станция такая это не насос насосная станция потому что с накопительным баком работает уже много лет нареканий нет там правда мне другая модель 70 дробь 50 она помощнее но сюда вот этого за глаза будет как бы поэтому будем менять тот наш сломанный насос на вот эту насосную станцию будем его демонтировать и устанавливать вот это хозяйство сюда как будем устанавливать я уже смазал сварил вот такую корзину вот такая корзина а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Смысл ее в чем? Она будет выниматься отсюда Ну, одной рукой мне неудобно Вот она будет выниматься Здесь нам нужно будет Вот в этих местах Вот так вот видно Вот в этих местах нужно будет Такие пазы сделать, да, чтобы это все У нас утапливалось заподлицо И сюда можно было Поставить стандартную Вот эту нашу крышечку Вот Внизу будет какая-то Поверхность, я думаю, из фанеры И к ней мы уже закрепим Вот эти ножки Насосной станции Для того, чтобы не замерзало зимой Все это дело у нас Здесь плюсовая температура Как показала прошлая зима Ничего не перемерзает Ничего не прихватывает Но зима была еще, так скажем, не суровая Посмотрим, что в этом году Но я думаю, должно быть все нормально Плюс Таким вот размещением Насосной станции Я избавляю Себя от конденсата Допустим, если бы я где-то здесь Вот в углу, скажем Ставил этот насос То с него постоянно бы Текла вода Ну понимаете, да Конденсировалась бы влага на нем И все это стекало Все это замокало В общем, это плесень И так далее И тому подобное Вот, а здесь у меня Он будет в постоянном плюсе Да, и если что-то там будет С него капать То это все будет капать Вот в этот вот Как сказать Технический колодец Вот, куда у меня выходит На глубине 2 метра Труба ПНД Из колодца питьевого Вот, так что сейчас мы будем Все это дело Пытаться Сюда Установить Результат покажу С середины лета У меня здесь протянут шланг От гаража И я пользуюсь Уже вот этим шлангом Ну месяца, наверное, два А может быть и три Вот такая площадочка у нас получается Здесь вот все утоплено Крышки мешать не должно Меточку сделал Как ставить правильно Вот, сейчас покажу Как я закрепил ее Закрепил очень просто У меня не было фанерки Которая позволила бы мне Сделать вот в углах зареза И чтобы она в распор сюда встала Делал из куска Который у меня валялся В гараже Поэтому пришлось крепить И закрепил я вот такими вот Скобами Для крепления электропроводки Ну никуда это не денется Это все предотвратит Перемещение вот в этой плоскости В этой плоскости перемещения не будет Так как фанера упирается Вот в эти вот боковые стойки Так что никуда насос не денется Делал из кухоли Готово Кухоли Маскар Груте Налес саму насосную станцию к фанерке мы закрепили кровельными саморезами через резинку которые идут ну в общем я думаю что все это надежно получилось и никуда не денется друзья купил арматуру для обвязки насосной станции я уже представление имею как это все будет выглядеть как мне сделать так чтобы сверху можно было легко отсоединить насосную станцию и при необходимости извлечь ее из ревизионного этого колодца вот померил уже какие размеры вот этих вот подводок гибких мне нужны были в общем прикинул на как я какие углы куда буду использовать чтобы это все было комфортно удобно и красиво чтобы не соприкаса не соприкасалась вот с поверхностью колодца не перемерзала зимой все сейчас собираю и вам уже готовый результат покажу и так спустя час все готово вот так получилось смотрите значит у меня вот это вот труба там пнд от нас от этого блин от колодца колодца который идет через гибкую подводку и муфту сюда на всасывание и на нагнетание я не стал переделывать вот эту трубу уже у меня здесь она спаяна я также по через американку которую выкрутил вот из старого насоса через американку и уголок вот по 90 градусов перешел на гибкую подводку дюймовую и вот сюда тоже на уголок и насос на нагнетание купил буквально вот этот уголок и муфту переход с пнд на внутреннюю дюймовую резьбу остальное у меня было валялась как раз использовал то тут с переходником но как бы все равно это все лежит без дела сюда вот присобачил так что хотел сказать значит смотрите гибкую подводку я брал прямую сюда можно было в принципе поставить вот с изгибом под 90 градусов сюда вот муфточку он дюймовую и сразу гибкую подводку с изгибом но не делал не стал так делать потому что там фитинг куда-то вот 90 градусов угловой он сильным заужением диаметра идет вот и в общем я посчитал пускай лучше будет здесь вот такой вальтековский недешевый уголок он 400 рублей стоит но сечение будет приблизительно одинаковое по всей вот сасываемой вот этой вот линии но и то же самое на нагнетающий как бы меня здесь первое заужение тут эта труба ппшка 25 так ничего посмотрим а ну давайте скажу сразу смотрите вот этот насос но правильнее насосная станция и вот эта насосная станция вот эта игрушка просто-напросто до который отработал полгода но больше полгода но в принципе наверное было наивно чего-то другого ожидать от такого насоса к вот ну надеяться будем что этот поработает несколько подольше давайте посмотрим с вами чего нас тут как вода напорчик вот этот холодная вода кстати напор значительно сильнее чем на том нас очень но это и понятны производительность выше этой насосной станции включается достаточно редко хоть и 25-24 литровый ресивер у меня в доме 50 стоит но все равно включается не часто ну и как бы соответственно не часто включается дольше прослужит я так полагаю работает тише даже по сравнению с этим малышом работает тише сейчас крышка закроется люка основная и верхняя декоративные вообще тишина будет то есть бролеры будут в тишине спокойствия за них не переживайте ну все спасибо за внимание надеюсь ну сложно сказать да что это наверное полезный ролик был ну не знаю но вдруг может кому-то пригодится как бы вот у кого-то кто-то будет строить курятник и кому-то нужно будет заводить него воду и вот такой вариант как у меня ревизионный колодец который непосредственно в помещение входят позволяет установить нам насосную станцию так чтобы она была не в зоне вот в общей скажем так с нее не капал конденсат а находилась вот непосредственно в колодце кстати не сказал важную вещь почему значит станция размещена у меня именно вот в этом раструбе да я мог бы опустить ее ниже туда прям в колодец там и больше места и удобнее и будет монтировать но у меня весной поднимается уровень грунтовый ход практически до самого верха до горлышкой так сказать а вот в этом раструбе он выше уровня земли вода уже отсутствует а тепло из колодца позволяет не замерзнуть моей насосной станции то есть принципе я не переживаю она уже есть ни один трубопровод если вы видите я так проложил не касается холодной стенки и зимой его не прихватят я думаю что никаких проблем с насосной станции не будет но если будут я обязательно расскажу все спасибо еще раз всем пока но пасаран